Более 10 месяцев Сухумский городской суд рассматривал дело супругов россиянки Алии Эмильгузина и гражданина Абхазии Ярослава Маркова. Основной причиной их конфликта стал двухлетний сын Александр, вернее, место его жительства. Оба родителя, которые давно не живут вместе, хотят оставить сына себе. 25 мая состоялось итоговое заседание Сухумского городского суда под председательством суди Астамура Тванба. В дело вступили адвокаты Жанна Шенкау, представляющая интересы Эмильгузиной, и Кристина Габеля и Тея Чагунава, представляющие в суде Маркова. После их прений слово было передано Илье Эмильгузиной, которая отметила, что исковое заявление к Ярославу Маркову о расторжении брака и определении местом жительства их ребенка рядом с ней имело ряд оснований. В 2017 году вышла замуж за Маркова Ярослава Дмитриевича. Жили в городе Сухум в доме свекрови и заловки. Муж через пару месяцев после женитьбы начал показывать свой характер, если ему что-то не нравилось. Он ругался и кричал на меня. Он всегда говорил, как я сказал, так и будет. Врач-репродуктолог посоветовала сделать ЭКО, что мы и решили делать. Большую часть семейной жизни с Марковым я находилась у родителей, причем по настоянии самого супруга и его матери. При общении по телефону я слышала от них упреки в том, что я не женщина и не способна родить ребенка. Но желание иметь ребенка пересилила все конфликтные ситуации. Мне пришлось устроиться на работу, чтобы заработать деньги на ЭКО. На то, что я забеременею, врачи давали шанс 16%. Еще выявили предраковое заболевание. На 2 ЭКО я накопила работы поликлиники терапевтом. Муж мне никакой помощи не оказал. Ярослав постоянно оказывал на меня психологическое давление, угнетал меня, не давал спокойно воспитывать ребенка. Изводил меня, ругался, замахивался на меня кулаками, чтобы ударить, пугал меня. Систематически пил алкоголь. Он и так был импульсивным, а после выпивки становился агрессивным. С 1 марта 2021 года я и не имею возможности находиться со своим ребенком. Элементарно не могу погулять или уснуть, обнявшись своего сына. Но несмотря на то, что мы проводим так мало времени вместе, Саша знает, кто его мама. Это мой долгожданный, выстраданный, единственный ребенок, которого я родила в 38 лет и которого 9 месяцев я носила под сердцем. Ярослав так жестоко поступил, разлучив нас. Отнял маму ребенка, совсем не подумав о нем. У нас у всех есть мамы. Всех родили, воспитали и выкормили мамы. Для каждого из нас мама – это самый святой человек. Но моего Сашу жестоко и бессознательно лишили матери. У Ярослава Маркова видение данной ситуации безусловно иное. Мужчина считает, что сын должен жить с ним, так как он и его семья могут обеспечить двухлетнему Александру все необходимое для счастливого детства. Ниже будут перечислены факты и аргументы, на основании которых я считаю, что суд, объективно рассмотрев все материалы и нюансы данного судебного дела, должен принять решение определить место жительства малолетнего Саши со мной. Ребенок очень сильно привязан ко мне, потому что я с ним с рождения. Я всегда делал для него все необходимое, кормил, укладывал спать, менял, истирал одежду, гулял, играл, развивал и так далее. Между нами установилась очень сильная связь, ее не описать словами, нас нужно видеть вместе. Ребенок на данный момент как родителя воспринимает только меня. К Алие у него без сомнения есть теплые чувства, все-таки она каждый день с ним играет, но привязанности не наблюдается, так как по эмоциям Саша совершенно все равно есть рядом Алия или ее нет. Родственников со стороны Алии ребенок не знает, и тут нет ни его, ни моей вины. У Алии и ее родственников на данный момент сложилось три основных аргумента в пользу того, что ребенок должен остаться именно с ней. Первый аргумент – ребенку нужна мать больше, чем отец в силу особой привязанности Саши к маме. Но сразу же возникает вопрос, а кто сказал, что у ребенка есть эта привязанность к Алие. Напомню, что с возраста в один год Саша проживал исключительно со мной, с отцом, а Алии не было рядом вплоть до конца августа 21 года, то есть практически полгода. Второй аргумент – Алие уже 40 лет и больше детей у нее не будет. Это вообще не аргумент, потому что здесь речь идет об интересах самой Алии, а не ребенка. Третий аргумент – ребенок для Алии долгожданный, выстраданный. Тут как бы это правда, но опять-таки речь идет об интересах самой Алии, а не ребенка. Не я обманывал и за спиной подавал в суд в городе Туймазы. Не я начал полномасштабную информационную войну. Не я подавал клеветнические заявления в УВД по побоям и тому подобному. Я уже доказал всем, что являюсь ответственным и любящим отцом. Ребенок здоров, ухожен, обеспечен всем необходимым. Условия проживания у малыша отличные. Поэтому считаю, что в интересах ребенка суд должен определить его место жительства со мной, его отцом в городе Сухум по улице Лакоба, 54. Заседание суда длилось более пяти часов. За это время обе стороны привели ряд аргументов, материалов и доводов в свою защиту. Так, Илья Эмильгузина требовала расторжения брака и определения местом жительства двухлетнего Александра с ней в республике Башкортостан, а также взыскания алиментов и принудительную передачу сына ей. В свою очередь Ярослав Марков во встречном иске требовал расторгнуть брак и оставить сына с ним. Судья Астамуртванба объявил часовой перерыв, после которого зачитал решение Сухумского городского суда. Руководство статьями 192-197 ГПК РА суд решил, исковые требования Эмильгузина, Алиев, Архидиновны к Маркову Ярославу Дмитриевичу о расторжении брака, определении места жительства ребенка, взыскании алиментов и принудительной передачи малолетнего ребенка удовлетворить частично. Исковые требования расторжения брака между Эмильгузиной и Марковым удовлетворить. Расторгнуть брак между указанными лицами, с зарегистрированным Сухумским ЗАГСом 20.07.2017 года, актовая запись номер 112. Определение места жительства малолетнего Маркова Александра Ярославовича, 05.03.2020 года рождения, удовлетворить. Определить место жительства Маркова с матерью Эмильгузиной, по месту ее проживания, город Туймази, улица Комарова, дом 2А, квартира 27, Республика, Башкортостан, Российская Федерация. Исковые требования взыскания алиментов с Маркова удовлетворить. В удовлетворении исковых требований на принудительном отбирании малолетнего Маркова Александра Ярославовича у отца Маркова, матери Эмильгузиной, отказать. Расторный брак между указанными лицами, зарегистрированный 20.07.2017 года, ЗАГСом города Сухом. Исковые требования об определении места жительства Маркова Александра с отцом Марковым, по адресу город Сухом, улица Лакоба, дом 54, отказать. Вышеуказанное решение Сухомского городского суда может быть обжаловано в кассационную коллегию по гражданским делам Верховного суда Абхазии в течение 20 дней со дня вынесения мотивированного решения. Как сообщила нам по телефону адвокат Тея Чагунава Ярослав Марков, этой возможностью воспользуется.